Итак, всем привет! Речь пойдет опять о Parallels Desktop. Снова, опять, вчера ко мне обратился человек. Говорит, после обновления с Монтерея на Ventura, я напомню, Apple выпустила macOS Ventura. Демонстрация функций есть уже у нас на канале. Эта тема продолжится, у меня появилась гениальная идея. Я тут вот прикреплю, будет вверху. Также Apple выпустила macOS Monterey 12.6.1. Я поставил рядом с Ventura чистый Monterey 12.6.1. Это просто обновление безопасности. Итак, поехали! Сломалась параллель после обновления с Monterey на Ventura. Первое. Программы из любых источников. Зажимаем Ctrl. Открыть. Вводим пароли системы. Открываем настроечки. Защита безопасности. Основные. Любой источник. Далее. Command Line Tools Forex Code. Устанавливаем. То есть, сначала мы устанавливаем все компоненты. Как и обычно. Все. Дальше идем в настройки. Защита безопасности. Конфиденциальность. Снимаем защиту. Доступ к диску. Плюс. Программы. Утилиты. Терминал. Открыть. Перезапустить терминал. Ну, то есть, все. Вот он. Вот он, наш терминал. А далее. Этот файлик открываем. Через свойства. Затем. Открывать приложение. Другое. Все программы. Утилиты. Терминал. Добавить. Настройки. Продолжить. Теперь мы идем в рекавери. Как Intel, так и Apple Silicon. Хакинтоша это не касается. Вот эта часть, которая сейчас будет, хакинтоша не касается. Едем дальше. Поехали. Выключаем Mac. Первое, что делаем. На Mac'ах Apple Silicon. Нажимаем кнопку включения и держим. Отпускаем. На компьютерах Mac, на чипах Intel. Сочетание клавиш Command R. При включении. Далее мы идем в параметры. Забыли все пароли. Нажимаем. Переводим Apple ID, к которому привязан компьютер Mac. И пароль. Все, аутентификация выполнена. Войти в режим восстановления. Ну вот, друзья, мы в режиме восстановления. Дальше идем с вами. Утилиты. Утилиты безопасной загрузки. Выбираем наш диск. Политика безопасности нажимаем. Нажимаем сниженный. И ставим две галочки. Жмем ОК. Вводим пароль под нашу систему. И ждем. Для чего это нужно? Чтобы работали расширения ядра. При высшем уровне безопасности система не позволяет им запускать. Вот так вот должно быть на компьютерах Mac на платформе Intel. Теперь мы с вами перезагружаемся. Завершить загрузочный диск. И перезагружаемся в обычный режим. Ну а далее нам нужен VPN. Нам нужен VPN. Urban VPN и допустим Италия. Разрешить. Попробуем сделать это через Safari. Я делал через Google Chrome. Ну сейчас мы попробуем через Safari. Попробуем делись. Очень важно, чтобы версия была последней. Скачиваем демо. Еще важно то, что данный скрипт не работает с параллелью с 17 версией. Это проверено. VPN мы не выключаем. Открываем нашу параллельку. Пожалуйста. Установка. Открыть. Открыть. Принять. Теперь подождем. Буквально минуточку. Все то, что от нас требовалось, мы уже выполнили с вами. Осталось установить параллель. И все. Важно, чтобы она была последней версией. Для этого Hyundai с официального сайта брать. Вводим пароль. Далее. Так, это нам больше не нужно. Пожалуйста. Вот параллелька наша. Внимательно смотрим здесь. Закрываем полностью. Открываем папку. Зажимаем Ctrl. И открываем. Вводим пароль. Нажимаем на Enter. Все. Теперь мы открываем параллельку. Закрыли. Ну а теперь самое интересное. Мы сейчас обновляемся до Mac OS Ventura. Давайте скачаем операционку. Придется подождать. Это у нас то ли сервера перегружены, то ли у меня провайдер. Ожидаем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну вот, ребята, скачалось обновление. Пойдем устанавливать И потом проверять параллель Ну что, ребята, поехали Поехали, нажимаем Продолжить Принять Продолжить Вводим пароль Ожидаем Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, macOS Ventura И теперь мы проверяем Параллель Пропустить О, параллель Все сохранено Вот так вот Давайте Получим Windows 11 Ну, допустим Pro Готово Установить Установить И теперь подождем Параллель Делаем на весь экран И проверяем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok